Нет, во-первых, это правильно. Во-вторых, существует масса опасностей. В-третьих, самое главное, земля должна быть в обороте. Это мировая практика. Для этого надо, чтобы специалисты понимали, в каких условиях должна эксплуатироваться земля, кто должен контролировать, что она должна получать. Уже давно известно, что то, что корейцы или китайцы порой эксплуатируют, они поэксплуатируют 10-15 лет, и потом уже на этом ничего не растет. И они привозят там свои же какие-то непонятные минеральные удобрения и так далее. А дальше, как говорится, с земли высасывается все. Должны работать ученые, на мой взгляд. Должны работать специалисты. Я вам приведу маленький пример. Не буду называть фамилии, он абсолютно достойный, потому что люди эти живы. Мой друг, командир Таманской дивизии, однажды к нему приходит зампотелу и говорит, вот у меня пришли китайцы, и говорят, у нас тут много полигонах земли, где можно сажать лук, картошку, морковку и так далее. Мы посадим, вот, говорит, 30% заберем себе, а 70% отдадим вас. Говорит, ну, как мы будем и так далее, там кое-что, ну, там где-то солдатами, где-то там подвезти, где-то что-то, так далее, сделать будет. Он говорит, ну, давай попробуем, тогда период был и так далее. Вот эти незадейственные земли рядом, которые были, которые экологически хорошие, земли хорошие. Только от того, что они огорожены, там, могут тамки проехать, дорогу оставили, не посадили лук, картошку и так далее. Получили урожай, собрали. Китайцы забрали 30% себе, 70% дали. Он говорит, я заклыл, не покупая, все склады на год себе. Сделал продовольственные пайки офицеров мешками картошки, лук и так далее. Значит, у нас еще осталось, мы продали и купили какую-то аппаратуру. Закончилась зима, начинается скорая весна. Зампатылу этот хитрый приходит командир и говорит, а что мы будем делать так с этими китайцами? Давайте мы погоним, у нас люди есть, мы сами посеем и так далее. Оставшиеся 30%, которое было, продадим, там, будет какой-то результат. Был тогда такой период, когда бизнесом занимались и вооруженные силы. И китайцев выгнали. Собрал это, зампатыл, посеял солдат, мы это подготовили, посеяли, в половину не взросло. Урожай собрали из той половины, которая была, совсем смешной. Мы не закрыли и одну треть проблем, которые были. Хотя все делали сами. Когда закончились, я, говорит, командир дивизии, отругал этого, давай китайцев сюда. Мы повели китайцев, китайцы, хорошо, давайте. Ну вот как раньше работали, нет. Мы готовы работать, только 70% сейчас нам, а 30% вам. И я, говорит, вынужден буду согласиться, потому что другого выхода нет, потому что надо было, денег не хватало, дивизию надо было кормить. Каждый должен заниматься своим делом, государство должно создавать условия, надо это делом понимать, делать. И то, что сегодня отдельные наши политики пиарятся по китайцам, что вот там и так далее. Надо посмотреть, в каких условиях как, какие последствия, что от этого будет иметь Россия. Вы знаете, я как-то, будучи в Амуре, встречаясь с людьми, услышал гновную речь, когда говорят, вот посмотрите, что у нас за руководители. Мы покупаем электроэнергию, вот для нас эта электроэнергия, значит, по 5 рублей. А китайцам через Амур мы продаем по 2,60. Ну что такое себя, мы своих, это, а китайцы вдвоем по это. Я думаю, ну что за глупость, как же так. И заказ возмущенный пошел губернатор. Который сегодня на Сахалине. Он спокойно мне объясняет. У нас избыток энергии. Мы этот тариф не мы устанавливаем, а нам дали. Он существует. Избыток энергии есть, и девать некуда. Мы пошли к китайцам, предложили, и сказали нет. Мы говорили, давайте по 3, нет. Покупим. Вот, если хотите, по 2,60. Но если у нас избыток, и она горит, и никуда не дадим. Ну давайте хоть по 2,60 отдадим. Мы еще не складируем, не сделаем. И в любом деле, вот, должен работать профессионал. Надо вот эти вещи просто понимать. Я считаю, что наша задача создать условия, чтобы люди, которые хотят работать, и могут использовать того, что у нас есть, использовали правильно. Правильно использовали землю, чтобы земля работала, чтобы работающие на ней люди после этой земли понимали, что там останутся наши внуки и правнуки, и они будут работать. Чтобы земле давали отдыхать, чтобы она осторожнялась, чтобы не эксплуатировалась безбожно, чтобы людей не травили. И если сами не могут, то почему бы не использовать тех, кто может. При этом правильно расставляя договора, понимая и не политизируя того, что вот распродали землю, и завтра тут будет не Россия. Нет, там все хорошо будет, и все станет на нормальное русло. Мы уже подготовили правильное законодательство, и это законодательство позволит людям сегодня, работая на себя, помогать стране.